Готовы? Делаем максимально глубокий вдох в себя, трубочку в рот, выдыхаем. Для Ирины эта диспансеризация первая в жизни. Говорит, исследование проходит для себя, чтобы точно знать о состоянии своего здоровья. Я давно не была, не посещала больницу, просто было интересно узнать, какие у меня анализы, холестерин, глюкоза. Вот, узнать о рисках имеющихся, в плане развития каких-то хронических заболеваний. Тех, кто осознанно проверяет свой организм ежегодно, в поликлинике областной клинической больницы больше половины. Самая активная возрастная группа 65+. Говорят врачи, но с остальными категориями здесь тоже работают плотно, а часто даже персонально. Обзванивают через голосовые помощники, посылают смс-уведомления. Наверное, поэтому количество обратившихся растет ежемесячно, а ведь диспансеризация – услуга бесплатная. Вот только мало кто точно знает, что означает этот термин. Диспансеризация – это такой перечень анализов, инструментальных исследований, которые позволяют выявить фактор риска, выявить впервые заболевания у пациентов. Существует диспансеризация обычная, профилактический медосмотр и углубленная диспансеризация. Для всех трех видов у них разные анализы. Диспансеризация проводится один раз в три года до 40 лет, от 40 лет каждый год. Для повышения самосознания рязанцев в Центре здоровья при ОКБ открыли новую услугу – так называемые диспансерные субботы. И сделали их, можно сказать, тематическими, чтобы жители приходили на обследование осознанно. В прошлую субботу исследовали систему кровообращения. Следующая будет только для женщин. Диспансерные субботы на данный момент мы ввели такое понятие, так сказать, по блокам, по скринингам. Основной посыл – это в первую очередь удобство прохождения диспансеризации, именно в субботний день, когда в поликлинике наиболее низкое количество посещений. И здесь в системе зеленого коридора возможно пройти диспансеризацию, кроме этого для привлечения дополнительно населения к этим вопросам. Мы выводим также узких специалистов, поэтому ждем всех в субботу, в ближайшие субботы, которые будут диспансерные, это 17 декабря. Мы будем проводить скрининг по явлению рака молочной железы, будет проводиться маммографическое обследование для женщин, поэтому всех ждем. К кардиологу и на УЗИ сердца в прошлую субботу пришли 75 человек. К маммологу, очевидно, очередь будет больше, но в Центре здоровья этого ждут и обещают принять абсолютно всех.